Всем привет! С вами Светлана и Екатерина. Сегодня мы подведем свои маленькие крошечные кино итоги 2015 года и поделимся своими большими ожиданиями кино, ожиданиями 2016. Ну, они у нас такие сугубо предварительные, потому что, как правило, мы знаем только о всяких блокбастерах, которые за два, за три года... Пять лет ты уже ждешь этот фильм, думаешь, скорее бы... Уже там было несколько трейлеров, трейлеров, трейлеров. А всякое вот это хорошее фестивальное кино, ну, за неделю, наверное, становится известно, или ты там читаешь что-то... Оно обычно очень внезапно появляется в пожелании. Поэтому сегодня у нас такие мейнстримные киноожидания, которые, наверное, знают все. А я вообще большой любитель составлять именно список киноожиданий на наступающий год. Я всегда себе тщательно все записываю, в отличие от книг, которые я вообще никак не веду. Для меня это прям вот на кинопоиске отметить, что я жду в этом году. Это прям святое дело под Новый год. Ну что ж, мы начнем с наших маленьких крошечных итогов 2015 года. И каких-то фильмов, которые на нас, наверное, вместе произвели большое впечатление, очень мало. Такой фильм целый один. Да, у меня вообще в этом году все очень печально. Я смотрела мало кино. И вот так вот прям сказать, что какой-то фильм вау-эффект на меня произвел, такого, наверное, нет. Вот более-менее к этому приблизился вот этот самый фильм. Да, мы его сейчас огласим. Да, и фильмом года у нас становится «Безумный Макс». Абсолютно. Мне, наверное, даже это и не сюрпризно. Для кого? Ну, для меня этот фильм был совершенно неожиданным, потому что ни я, ни Света не ходили на него в кино, потому что вот эта девушка кричала, что она не любит старые версии. Мэл Гибсон, фу, ужасный в чили. Очень люблю я старого «Безумного Макса». А я его и не видела никогда. Вот, поэтому «Безумный Макс» у нас 100% является фильмом года. Ещё я отметила отдельно, специально для некоторых. Ты отметила специально для меня. Да, это фильм для девочек. В этом году у нас такой был фильм «Один-единственный». Вышел он жарким июлем. Это «Супер Майк XXL». Да, Свет. Да, я с тобой полностью согласна, что это прям был очень хороший фильм для девочек. У меня ещё отмечено несколько пунктов. В этом году, в начале этого года, я посмотрела фильм, от которого осталось под большим впечатлением. Это фильм «И выживут только любовники» Джима Джармуша. Джармуша вообще нужно смотреть под какое-то особое настроение. И в этот раз мы с ним настолько прекрасно совпали, что у меня до сих пор саундтрек периодически даже к этому фильму-то и включается. Плюс у меня в этом году было два таких моих личных открытия. Я потратила на это много времени. Я, наверное, неделю в марте провела с японским трэшем каждый день, а то и по 2-3 фильма. Ну, так вот получилось. То есть это такие фильмы, где проводят эксперименты над человеческим телом. То есть там может вырасти вместо руки пасть в крокодила. Визуально очень неприятно. Глазки, обрубки. Настолько всё мультяшно, что ты даже в это не веришь. Я не знаю, зачем я смотрела эти фильмы. Я теперь, наверное, такой маленький специалист по японскому трэшу. Но что мне понравилось в этих фильмах, там есть плюсы, как ни странно. Там всегда играют симпатичные девочки японки. И там потрясающая музыка. Мне прям кажется, что вот эта музыка, она бы в ранние фильмы Тарантино идеально подошла. И помимо этого, я ещё смотрела, я продолжила смотреть. Я не знаю, наверное, тоже есть какой-то жанр среди японского кино. Но в 70-х годах у них была мода снимать фильмы про женщин, которые мстят. При этом она ещё обязательно будет полфильма бегать полуголая, с катаной, по снегу. Вот «Секс и ярость», наверное, это самый-самый оказался интересный фильм. И я уже скачала 16 фильмов на следующий год. Поэтому я точно знаю, я продолжу это знакомство и дальше. А я теперь понимаю, почему у тебя столько времени есть на фильмы. Просто кто-то не монтирует, вот это вот сидит по несколько часов видео. Поэтому он может себе позволить фильмы смотреть. Я теперь наконец-то поняла, почему у меня такой печальный киногод получился. Свет, каждому своё. Действительно, Катя, ты абсолютно права. А теперь мы перейдём к нашим киноожиданиям. И Света заставила меня распределить это по месяцам. Да, я сказала, Катя, давай, чтобы было всё чётко, по порядку. И мы вот поделили всё это чётко по месяцам. И сейчас прям в хронологическом порядке вам расскажем свои ожидания. Начнём мы, естественно, с января. Мы молодцы, с первого месяца. Я для себя выделила четыре фильма. А я один. Ну, давай ты тогда нам про него и расскажешь. Это такой неожиданный фильм в моём списке. Это «Омерзительная восьмёрка». Я его очень сильно жду и ждала. И вы уже можете сразу догадаться, какой фильм года 2016-го будет у Екатерины. Я предсказуема, я доверяю Тарантино вообще. Можно прям сразу подвести кино итоги 2016-го года. Не, не, ну мало ли, может, я ещё что-то дополнительное кину. У меня один фильм в январе. Это «Тарантино». Это прекрасный вестерн. Два с половиной часа счастья. И я уверена, что я на него тоже схожу не один раз. Как это было с предыдущими фильмами. А меня вообще очень сильно радует сейчас тенденция того, что вестерны входят снова в моду. Потому что я очень люблю вестерны. У нас с дедушкой просто просмотрено море старых вестернов было в моём подростковом возрасте. Сейчас я просто безумно этому радуюсь. У меня, как я же сказала, четыре январских ожидания. Это, естественно, омерзительная восьмёрка. Куда мне деваться? Некуда. Некуда. Это совершенно, естественно, «Выживший», который тоже у нас выходит в январе. Хотя у меня так и чешутся руки, посмотрите вы уже, потому что везде уже есть. Свет, ну восьмёрку тоже слили. Я знаю, но я вот, понимаешь, я сдерживаюсь. Я только музыку слушаю фильм. Ещё один вестерн, который в январе нас ждёт, это «Строго на юг» вестерн. На запад, Свет. Я всё время называю его «Строго на юг», потому что в детстве, сейчас ещё расскажу, я смотрела канадский сериал, который так и назывался «Строго на юг». Он мне очень нравился. Там был канадский полицейский в красном мундире на лошади. Поэтому этому фильму, наверное, суждено в моей интерпретации всё время быть «Строго на юг». Да, это фильм «Строго на запад» с Майклом Фассбандером. Я очень люблю Фассбандера, а это ещё и вестерн. И мне безумно понравился трейлер, так что я его очень жду. И последний, четвёртый, это, наверное, такая тупая комедия. Я периодически очень люблю смотреть такие тупые комедии, которые вот ты просто сидишь, хохочешь, да, и всё. Пошла шутки. Пошла шутки, да. Это «Дедушка лёгкого поведения», комедия с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном. Ну, понятно, что Зак Эфрон внук, Роберт Де Ниро и тот самый дедушка. В общем, я очень жду. Вот такой у меня январь. Переходим к февралю, и здесь у меня фильм, которого я боюсь, и которого я уже жду, наверное, лет пять. А боюсь я его потому, что я вижу, во что его превращают в русском переводе, и мне уже как бы немножечко неприятно, или даже множечко. Это «Дэдпул». Это мой любимый антигерой, в принципе, любимый герой комиксов. А у нас его сейчас превращают в такого, знаете, пошлятина для шкалоты. Сейчас мы посмеёмся про мастурбацию, скажем так. И я как бы очень скептично отношусь к Райну Ремельсу, потому что нет, это прекрасно, когда актёр сам фанат, но у меня всё время в голове сидит Николас Кейдж, который фанат Супермена, и он всё время пытался сыграть супергероя, и у нас в итоге есть отвратительный призрачный кончик. Вот. Вот если бы в «Дэдпула» сыграл Крис Эванс, было бы гораздо лучше и более приближено к оригиналу. Тем более, что как бы «Дэдпул» в нормальном своём состоянии, да, до всех этих операций. Это вообще вылитый Крис Эванс, да. Крис Эванс вообще тот человек, который может играть любого супергероя, как и Крис Хемсер. Да. У меня ещё есть фильм. Всё, молчу. И второй фильм, которого я жду, я жду его только из-за Йена Макеллана, который будет играть Шерлока Холмса. И фильм называется «Мистер Холмс». У нас, наверное, будет самый-самый старенький Холмса в всю историю. Но он очень хороший актёр, я тоже хочу посмотреть фильм. Мы очень его любим. Но я выделила для себя тоже четыре фильма у меня получается. Естественно, это тоже «Дэдпул», мне опять некуда деваться. Но я и сама хочу его посмотреть. Но можно притвориться, что «Ой, как, мне деваться некуда, пойду с тобой это кино смотреть, да?» Может, она мне тогда мороженое купит или кофе, правда. Потом я для себя выделила ещё «Затмение». Это фильм, в котором будет играть Эмма Уотсон. Причём это фильм ужасов, страшный. Я думаю, что во время просмотра в кинотеатре я вообще, наверное, умру. Про сатанистов. Эмма Уотсон будет играть дочь какого-то сатаниста, который, собственно, производит над ней всякие страшные обряды. Манебляции. Но Эмма Уотсон мне очень нравится как актриса, поэтому я обязательно хочу сходить посмотреть. И у меня ещё два фильма, две комедии. Одна из них у нас её перевели в «В активном поиске». Меня немного смущает актёрский состав, но я посмотрела трейлер, и уже в трейлере я немножечко посмеялась. Хочется чего-то такого лёгкого и непринуждённого посмотреть. Девичьего. Девичьего, да. Девичьего и смешного. И ещё один фильм – это «Образцовый самец 2», «Зуландер». Его я тоже жду. Это вот та же самая, наверное, пошлая комедия. Я безумно люблю первую часть. Я точно так же хочу посмотреть вторую часть. Тем более у него была такая грамотная пиар-компания, когда ты смотрел показ Валентина, не помню, к сожалению, какой. А потом так в процессе ты смотришь и думаешь, что эти актёры здесь делают? Что происходит? Что случилось? Как это так? Как потом выложили на всех фэшн-сайтах это видео, как они выходили? Как этого можно не ждать? Компания у них очень грамотная была. В общем, вот такие фильмы я жду. И давай тогда переходить уже сразу на март, на весенние киноожидания. В марте я жду всего два фильма. Это новый фильм братьев Коэнов «Да здравствует Сезарь» про Голливуд, про закулисную жизнь. По-моему, оно будет очень смешное. И второй фильм, это фильм, к которому у меня уже большое предвзятое отношение, это «Бэтмен против Супермена». А это всё потому, что я не люблю фильмы DC из-за такого обилия пафоса и страданий. Пафос и страдания – это, наверное, то, от чего бы DC лучше отойти. Мне вот поэтому нравятся фильмы Марвел гораздо больше. Потому что, да, там есть пафос, но никаких страданий, всё весело, шумно. Вот это то, что я жду от экранизации комиксов. Высказалась. Да, и более всего меня печалит «Вандервумен», которая абсолютно не похожа на комиксовую сильную женщину. Взяли Галь Гадот, модель, которая не может накачать себе мускулы, не хвастается огромным ростом наравне с Беном Аффлеком и Генри Кавиллом. И у нас будет такая вот, как вот девушка с татуировкой дракона в американской версии, «Я слабая, беззащитная цыпочка». То же самое с «Вандервумен» в этой экранизации. «Рафинированная дама». Вместо «Амазонки» боевой. Да, я тоже, конечно, жду «Бэтмен против Супермена». Но я думаю, что я не буду в восторге. Точно так же я не люблю фильмы DC. Я предпочитаю фильмы Марвел из-за их веселости. Я, естественно, тоже жду «Да здравствует Цезарь». Но я жду его очень примитивно, вовсе не из-за браких коинов, а потому что там будет играть Чейнг Татум. Я подозреваю, что он будет играть там, наверное, очень маленькую роль. Может быть, там на полминутки и появится. Но, тем не менее, я жду. Порадуюсь. Порадуюсь, да. И у меня есть еще три фильма. Это еще один вестерн. Я тоже очень хочу посмотреть. Там играет Натали Портман. Во-первых, женщина в главной роли в вестерне. Ты понимаешь, да? Называется он «Джейн берет ружье». Еще я очень хочу посмотреть «Колонию». Это еще один фильм с Эммой Уотсон. Но в этот раз это будет какая-то очень драма. Душесчипательная, наверное, разрывательная. Потому что там про чилийскую революцию. Как ее любимого заберут в концлагере. Она пойдет туда под видом монашки его спасать. В общем, что-то очень будет трагичное. И еще я хотела сказать про один мультфильм «Зверополис». Я просто безумно смеялась в процессе вот этого просмотра. Про ленивца. Про ленивца, да. Это было очень забавно. Так что его я тоже хочу посмотреть. Не, ну мультик-то я тоже хочу посмотреть. В апреле у меня нет ни одного фильма. А я в апреле отметила себе два фильма. Но один из них уже вышел. Так что, возможно, я еще и до апреля его посмотрю. Это «Высотка с Томом Хиддлстоном». Про, наверное, что-то такое антиутопичное. Про небоскреб, высотку, в котором живут люди. У которых все есть. Им как бы ничего не требуется. Но из этой высотки выйти они не могут. И постоянно заключены вот в этом вот замкнутом пространстве. И Света, дом в тысячу этажей, ты рассказывала. Да, я рассказывала. Именно поэтому я обратила внимание на этот фильм. Потому что мне показалось и по трейлеру, и по аннотации, что это будет очень похоже на дом в тысячу этажей Яна Вайса. И поэтому я вот загорелась просмотром. Но я уверена, что я не дотерплю до апреля и посмотрю его гораздо раньше. А вторая апрельская премьера – это у меня «Белоснежка и охотник». Второй фильм с Крисом Хемсвортом и Джессикой Чистейн. Девочка не выключается. Девочка вообще не выключается. Последнее время она все время со мной. Мне понравился первый тоже. Ни на что не претендующий. Чисто визуально красивый. И все. И мне этого достаточно. Вот я тоже хочу посмотреть, сходить и отдохнуть. В мае месяце у меня долгожданный блокбастер. Это «Первый мститель. Гражданская война». Наверное, одно из таких тоже ключевых Марвеловской вселенной. Ну, как бы… «Капитан Америка» – один тоже из моих любимых персонажей. Весь такой положительный, красивый и все. И этого достаточно. И второй фильм – это «Люди Икс. Апокалипсис». У меня большие претензии к новой команде «Люди Икс». Какие раньше были прекрасные актеры, то же самое, но все наоборот. Мне не нравится «Мистик», потому что Ребекка Ромейн была лучше всех. Мне не нравится Джин Грей, которая просто ужасная. Фанки Янсен была красотка. Про «Ночного змея» я вообще молчала, мне в принципе не нравится. И мне даже не нравится «Новая Шторм», хотя я всегда в восторге, что она с ирокезом. Вся такая темная, ирокез белый. Она же в трейлере вся такая темная. А, еще же Пьетро есть, отвратите. Мне нравится Эван Питерс. Он прекрасно играет маньяка в отеле. Но роль Ртути – это не его роль. Вообще не его никаким боком. Вот, я высказалась. У меня тоже против «Люди Икс» есть предубеждение. Против «Новой Каманды», потому что актерский состав очень сильно смущает. И вот эта вот Санса из «Игры престолов», я, к сожалению, не знаю, как зовут актрису. В роли Феникса – это просто какая-то печаль и боль. И мне нравится Дженнифер Лоренс. Мне, ну, очень я ее люблю как актрису, да. Но она не мистик. Вообще, вообще, вообще никак. Ну, просто Ребекка Ромейн и Фамки Янсен, я не знаю, они настолько две прекрасных женщины, высоких, красивых, статных, с хорошими актерскими дарованиями. Но они как раз и выглядят как супергероини. И они очень похожи на своих персонажей. И я вот до сих пор не могу понять, при нынешних возможностях киноиндустрии, они могут играть даже 20-летних и выглядеть при этом абсолютно нормально. Да, и там все сгладят, подтянут, да. Да. И все будет отлично. И они будут лучше. И у меня, получается, еще есть один фильм в мае, который я жду. Это «Варкрафт». Это, наверное, фильм, который всякие разные любители компьютерных игр ждут. Очень я надеюсь, что это будет лучше, чем все предыдущие экранизации компьютерных игр. Но по опыту знаю, что обычно именно экранизациям компьютерных игр и не везет. Причем, когда вот этот концепт-арт был, выкладывали вот эти вот там, типа как кадры, да, все было отлично. А посмотрела я трейлер, и что-то меня очень сильно смущает, как это выглядит в движении. Ну ладно, заранее я не буду. Резиновые куклы. Да, вот что-то типа такого. Заранее не буду предъявлять претензии, дождусь премьеры, и потом уже предъявлю, я чувствую. Приступаем к лету. Лето у нас характеризуется пам-пам-пам, всякими блокбастерами. И июнь-июль у меня ноль. Я ничего не жду. А я, получается, у меня в июне, наверное, ноль, а в июле я для себя все-таки две выделила премьеры. Два фильма. Это «Ледниковый период». Ой, я уже даже не помню, какая это часть «Ледникового периода», но это, наверное, тот мультфильм, на который ходишь уже больше по инерции, а не из-за какого-то желания. Ну, надеюсь, что меня повеселит. И еще одна премьера – это «Новые охотники за привидениями», женская версия команды охотников. И в роли их секретаря все тот же Крис Хаймсарт. Я уверена, что Билл Мюрой все равно был круче всех. Я тоже уверена. Вообще Билл Мюрой всегда круче всех. В августе у меня только один фильм, я его даже помню, потому что мы его тоже давно ждем, и к нему тоже уже большое предубеждение. Это суперстрадальческий, супер пафосный «Отряд самоубийц». Вообще больно, верно, потому что «Отряд самоубийц» – это та команда, которая, в принципе, в целом мне больше всего нравится. И вот этот трейлер, который… Уже видно, как все они страдают, как им всем плохо, как они все, наверное, не знаю, изнывают в душе от каких-то терзаний и страданий, чего, в принципе, как бы… Они все злые, и все. Да, особенно Харли Квинн. Да, и поэтому то, что нам показали в трейлере, вообще моим ожиданиям не соответствует. Вот где та безбашенность, безумность, вот где она? Нету ее в трейлере. И я буду надеяться, что она в фильме появится, но зная, как снимает DC, можно ждать очередного страдальческого Бэтмена. Это вот боль, слезы, пот и кровь. Вот что-то такое. Но, тем не менее, там прекрасный актерский состав. Я абсолютно уверена в Джареде Лето, который играет Джокера. Джокер у него будет такой же прекрасный, как у Хита Леджера. Там играет моя личная радость, это Кара де Левини. Вообще, ей пора уже перебираться в фильмах, фильмы как можно больше и чаще играть. И у нас там есть Скотт Иствуд в команде. Скотт Иствуд – это наша новая… Да, это наша такая новая надежда на любовь, да? Новая надежда на возвращение какого-то старого типажа в кинематограф, потому что он очень похож на актера середины 20 века. Да, именно такой актер старой закалки голливудской. Ну, кроме вот этих вот страданий, я, видно, сначала пойду пострадаю на отряде самоубийца, а потом я пойду веселиться. Уже тоже, по-моему, трейлер еще с лета гуляет по всем кинотеатрам. Это мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». Просто вот этот вот дикий безумный пудель, который есть в трейлере. Очень хочу посмотреть, надеюсь, что реально будет просто весело. Толстая кошка, которая в холодильнику ходит. Да, толстая кошка тоже забавная. Ну, в общем, вот такой вот мультфильм, вот, знаете, «Мадагаскар» вот первый, наверное, вот такие вот во мне эмоции вызывал. Вот я хочу чего-то вот такого же. В сентябре у меня только один фильм, это опять-таки вестерн. Я смотрю, у нас вообще по списку фильмов мы уже в вестерны все полностью погружены. Это ремейк «Великолепной семерки». Я очень любила «Великолепную семерку» в детстве. И я даже не знаю, сколько раз мы с дедушкой, мы всегда вдвоем смотрели, его пересматривали. Я помню, что там есть такие моменты, где я еще там, будучи там 12-13 лет, я просто горько рыдала всегда. И даже дедушка сдерживал свою мужскую скупую слезу. В общем, я очень надеюсь, что это будет так же хорошо. Ну, хотя бы если не так же хорошо, то, ну, где-то на отметке 80% так же хорошо. Ну, и вообще, знаешь, вестерны, я вот, например, я очень рада, что у нас сейчас они входят в моду, потому что я их всегда любила. И вот был период, когда вообще не было ни одного вестерна. Ну, Тарантино, он новую моду на вестерны все-таки привез. Со второго бедебила все это и началось. В октябре я жду два фильма, я точно знаю нас со Светой, они полностью совпадают. Во-первых, это «Гамбит». Света, скажи нам, с кем он? Ой, «Гамбит», да, тоже очень жду. Ну, никогда «Гамбит» не был моим любимым супергероем и даже не подбирался к этому. Мне он вообще не нравится. Но так как, по слухам, «Гамбита» будет играть «Ченнинг Татум». Хотя, опять-таки, премьера вот уже в октябре 16-го, а, собственно, точно про этот фильм ничего не известно. Ни кадров со съемки. Я очень-очень надеюсь, что костюм будет очень-очень сильно переработан, потому что я не представляю в этом нелепом наряде «Ченнинг Татума» вообще никак. Черный шлем. Да вообще все, понимаешь, это вот плащ на нем, вот это тут пальто развивающееся. Света, неужели «Гамбит» не был нисколько приятен, когда вот он с «Х-23» как учитель был? Нет, понимаешь, он как бы неплохой, он так хороший персонаж. Для «Х-23» он много всего сделал, кстати, «Х-23», если что, моя любимая супергероиня. Которую я надеюсь, да, что когда-нибудь ее куда-нибудь вставят, и желательно, чтобы ее сыграла Лили Коллинз, я сразу говорю. Вот. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, станет ли «Гамбит» моим новым любимым супергероем. А второй фильм мы выбрали только по одной девичьей причине. Это «Ночная жизнь», в которой одну из главных ролей исполнит Скотт Истов. Да, это называется «Девочки недавно наткнулись на фотографии Скотта Истов». Понимаешь? Я до этого его видела часто, вот в папараццовских хрониках каких-то, но я как-то вот думала, что это либо модель какая-то, либо какой-то клон к линтоисту, да. Оказалось, это самостоятельная личность, там, сын его, актер, еще и выяснилось. Да, теперь мы ждем с ним фильмов. Вот так все банально. Может, у нас новый Джеймс Дин появится в конце концов. Ой, очень было бы хорошо, да. Переходим на ноябрь. У меня тоже там два фильма. В ноябре, наверное, больше всего я жду «Доктора Стрэнджа». Света, и я тоже жду «Доктора Стрэнджа». Потому что у меня тоже есть такая надежда, что еще одна моя любимая супергероиня, хотя бы на 30 секунд ее покажут в кадре, там, как-нибудь мельком. Это магик Ульяна Распутина. И я жду «Доктора Стрэнджа», хотя как персонаж он мне не слишком нравится, такой из подонка какого-то стал хорошим. Но его будет играть очень хотел. Хороший актер. Да, вот вся надежда на Камбербэтч, и хоть он и не похож на комиксового, Камбербэтч, я думаю, справится. Но он должен взять харизмой просто. И второй фильм, который, я думаю, даже не только мы ждем, его ждут вообще все люди, это «Фантастические звери и места их обитания». Но мы его, наверное, ждем по тоже такой банальной девочковой причине. Мы не особые, да, там, фанатки Гарри Поттера. Ну, как фильмы мне нравились даже больше, чем книжки. Простите за святотатство, если что. Но Эдди Редмейн, который будет играть, там главную роль я его очень люблю. Он очень харизматичный, очень такой атмосферный, яркий актер. Я очень довольна была, что он получил «Оскара». Хотя я прекрасно понимаю, что он еще не заслужил «Оскара». Да, ему дали его авансом. Я даже, наверное, впервые в жизни, в прошлом году, вернее, в этом году, встала специально, как там, в 5 утра или во сколько, в 3 надо было встать, специально поставила себе будильник, встала ночью и стала смотреть «Оскар» в прямом эфире, чтобы сразу узнать, дали ему «Оскара» или нет, потому что я болела за него. Ну, Эдди Редмейн, вот, нам нравится, наверное, как и Камбербэтч, исключительно как актер. Но у него очень интересные типажи, таких актеров мало. В декабре я жду всего лишь один фильм, это, вот, наверное, первая моя в списке комедия с, наверное, пошлыми шуточками, это «Плохой Санта 2». И жду я ее тоже по одной причине, потому что главную роль играет Билли Боб Торнтон, который мне очень нравится, я вообще считаю, это лучший муж Анжелины Джоли был. Хотя она задумается. Да нет, она, я думаю, она нашла вот свой путь, свой выбор. А мне нравится Билли Боб Торнтон, и я надеюсь, это будет что-то вот, что-то такое, ну, вот такое вот. Пошлошутки? Пошлошутки, да. А мы любительницы иногда. Да, пошлошутки мы любим, как в книгах, так и в фильмах. Что делать? И в жизни мы обычно, у нас одни сплошные пошлошутки. Особенно Катя мастер по пошлошуткам, она может опошить вообще любую вещь. Вот видите, а сидит такая приличная культурная девушка. Так вот, я хотела сказать, что я жду в декабре другой фильм, это, наверное, тоже больше для любителей компьютерных игр, да. Но я его опять-таки жду по банальной причине. Там играет главную роль Майкл Фассбондер. Это кредо-убийца, да, у нас, правильно же, кредо-убийца, да, вроде так. Я очень хочу его посмотреть. И вообще вот Майкл Фассбондер, это, наверное, моя боль, что его до сих пор не взяли в экранизацию «Тёмной башни», которая, я надеюсь, когда-то всё-таки случится, что его не взяли на роль Стрелка, потому что в моём понятии он просто, он идеально подходит на роль Стрелка. Вот такой вот сухой, серьёзный, вот этот вот... Показала. Да, а то, что сейчас новость объявили, слух пошёл, кого взяли на роль Стрелка? Идриса Альба. Идриса Альба, да. А мне он нравится. Понимаешь, проблема в том, что он и мне нравится, но у Идриса Альбы есть один недостаток. Он темнокожий. А Стрелок, он был белый-белый. Это, наверное, немножко по-расийски звучит. У нас сейчас вообще мода на политкорректность, делать всех персонажей чёрными, да. Но дело в том, что в «Тёмной башне» очень всё политкорректно. Там есть героиня Сюзанна, которая не критянка, причём она инвалид, уже политкорректнее не придумаешь. Так причём не просто инвалид, у неё ещё и раздвоение личности для полного счастья. Давайте мы же, наверное, будем на этом заканчивать. А то если мы сейчас начнём говорить о тех фильмах, которые на далёкие планы, да, и которые мы ждём, и выявлять уже заранее свои претензии, да, то мы надолго застрянем. Поэтому пишите обязательно, что вы ждёте в 2016 году. Да, то наверняка мы кучу всего пропустили. Это обязательно, что мы кучу всего пропустили. В процессе года, тем более, обязательно вылезет ещё что-то настолько интересное и неожиданное. Поэтому на этом мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Подписываемся, ставим пальчики вверх, делаем всё, что нужно сделать, и смотрим только хорошее кино.